Привет всем, это Вячеслав, канал Кибай. Сегодня к нам приехал владелец Peugeot 807 вот с таким вот чип-ключевым зажиганием машины 2007 года выпуска. Ключик на четыре кнопки. Видно, что боковые двери кнопки на месте, микро-включатели, а две другие клавиши повреждены. То есть этот ключик работает только с раздвижными дверями. То есть, видите, сигнал идет с одной кнопки, лампочка моргает красная, и лампочка моргает красная, когда мы шмем на другую кнопку. А здесь открыть и закрыть, кнопки физически нельзя нажать, потому что выломаны микро-включатели. По корпусу ключа, корпус ключа не выкидывается, то есть он в плохом состоянии. Давайте мы его вскроем. Так, вот так скрывается корпус ключа. Здесь его плата, видно, что из вот этих вот дырок влага припадает сюда, и она разрушает электронику. Тут нужно перепаять, почистить всю плату, перепаять два микро-включателя. Проверим, что ключ в машину заводит. Поставляем ключ в программатор и жмем кнопочку, чтобы прочитать чип мобилайзера. Идет чтение, резинг. Дальше мы видим, что учитываются данные с ключа. Прибор пишет ID46, значит, чип читается, машина заводится. Тут просто нужно будет почистить плату, перепаять микро-включатель и заменить корпус ключа на новый. Корпуса ключей есть как бы в наличии, проблем нет. Просто затачивается лезвие ключа, либо переставляется хозяйское лезвие ключа и переставляется электроника после ремонта. Вот что у нас получилось. Мы поменяли корпус ключа, перепаяли два микро-включателя. Сейчас лезвие выкидывается. Переставили лезвие ключа хозяйское. Выбили его отсюда. Теперь ключик в машину дистанционно закрывает, открывает, моргает красная лампочка. Также боковые двери работают. Также машина заводится. Если у вас такая же проблема с ключом зажигания на Peugeot 807, то вы можете обращаться в нашу компанию. Мы вам поможем.